АПЛОДИСМЕНТЫ Первый раз такого веселого сантехника играл. Сантехника! Ты вот этот, ты спор на сантехнику? Мадам? А что, где ты сантехник? Везде. Везде. Так, а ты прям работяка будто ты? У нас квартира из стройки. Так, подожди, есть разные сантехники. Есть вот этот, который под ключ приезжает дом делать, и там все круто становится. А когда за ссоры тоже тебя? Прошел через этот период. А, это как в слове пацана, надо чуть-чуть чурпаном быть сначала, а потом крушат. А нормально денег сейчас платят? Не платят вообще, надо зарабатывать. Надо пиздить, короче, да? А как можешь заработать у тебя сантехником? Ну, то есть, что в твою задачу входит? Ну, время вот установка. Ну, допустим, девушка выживает. Ой, спасибо, помогите, у меня тут все течет. Леночка! 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 Что-что? Станции с фантазией. Круга, дырка. А у тебя форма есть какая-то? Средственно. Или ты в своем ходишь? Есть, да? А сколько лет ты уже этим занимаешься? Восемнадцать. Восемнадцать лет? Ничего себе! А как, ты проспорил кому-то? Как оказался в этом месте? Ну, это... Так, а были какие-то кульвезные случаи у тебя на работе? Кульвезные? Ну, были, конечно. Один раз вызвали в компанию, где на террасе сидят девушки 20 человек. А вы прекрасно знаете, что встречаются девушки, которые все вместе сидят и работают. Что? Их прекрасные единицы совпадают. А, вот Сашу? Часть команды, часть корабля сложилась, да? Там такие, как пираты в корейском угоне, ракушки уже здесь. Так. И вот я это все у нас не был, короче. Там был самый большой засор в мире. Вызывайте вертушки, мужики, здесь все слишком сложно. Ничего себе! А они как, они не соблюдают, да, эти правила? Вообще, там и таблички, и все висело, и просили, умоляли. Вот для кого вешают не бросать, Олег? Для кого вешают? Я ни разу не бросил. Девочки. Нет того презерватива, не находил ни разу? Нет. Потому что мужик сознательный, а он в карманчик и пошел нахуй. Все. Ничего не было. Сложил его там. Правильно. Ну а ты какую-то сверхстоимость попросил за работу? Нет, ну я нормальный ценник залетел. Нет, ну нормальный ценник залетел. Ну за три часа работы десятка. Десятка, неплохо. Неплохо. Девчонки, в следующем месяце увидимся по той же схеме давайте. Да? Мне у вас понравилось. Трудо, давайте Олегу потропаем, бросавчик. Он же позитивный. Спасибо. Есть еще кто-то у нас? Может быть кто-то из девочек с того офиса есть? Все было так на самом деле. Олег. Да, кто-то руку поднял здесь. Вы показываете. Опять на Олега? На подругу. Подругу как зовут? Да не стесняйтесь. Да я понял. Как вас зовут? Ань. Ань, давайте похлопаем. Ань, не стесняйтесь. Ань, вы чем занимаетесь? Ну, сейчас я... Сижу за столовым. На начало. Чем? Сейчас я занимаюсь банальные вещи. Что? Банальная вещь? Психология? К вам вот эти банальные люди нытики прикроют каждый день. Мать убежала, да? Банальная вещь. Ладно, а видимо ваша подруга имела в виду ваше какое-то предыдущее занятие, не банальное. А что вы так смотрели? Кто она? Кто она? Ань? Она расстановками. Расстановками? Это как? Мать говорит, убери, сынок, сейчас позвоню одной дете. Надо все расставить. Расстановками чего? По ком расстановкам? По хеллингу. По хеллингу? По хеллингу. А в этом методе как-то мефедрон задействовал? Нет? По хеллингу я не знаю. А сколько лет вы этим занимаетесь? А что это не официально? А что это не официально? Вам хоть корочку? И вас психологи не пускали? Я тоже могу людям помогать. Нет, уходи, Ялька. А? Корочки. А вы как вообще на сеансах? У вас люди вот так сидят, чтоб вас услышать? Я вас не слышу. Вы как-нибудь видели? А ручшего психолога. Да, он мой со мной матом разговаривает. Я серьезно, знаете, у меня какой диагноз поставил? Сам себя заебал. Это официальный диагноз у меня. Так, и что, вы в этом планируете как-то развиваться? Какой-то другой метод изучить? Или только по хеллингу будете работать? Очень много. Потому что, видимо, мои подруги очень нравятся. А подруги вы помогали? Да. А вы знаете, что нельзя с друзьями работать? Собрать у нее корочку психологии. Я с ней работаю, а я тебе не подруга. Здравствуйте, как вас зовут? Да, вот это начинается. Да. Интересно. И вы говорите, есть много методов еще. Да. Какое еще вам бы было интересно изучить? Гипноз интересно. Конечно, гипноз интересно. А вас легко загипотизировать, как думаете? Я думаю, что нет. Нет? Не работает маятник у меня. Давайте, Аня, похлопаем. Спасибо большое. Ни у кого неинтересной работы нет. Правильно? Все таксисты, курьеры и бухгалтеры. Есть логопеды. Логопед. Хватит мне уже 20 лет логопеда. Предлагайте. Юристы? А что у вас там интересного может быть? Я говорю, все банально. И юристы. И юристы. Так. Ну это не может быть. Ладно, кто не работает? Есть такие? О, отлично. Давайте похлопаем. У вас попались. Как вас зовут? Елена. А вы почему не работаете? Увалились. Увалились. Увалились откуда? Металлобаза. Увалились. Круто. Как будто попали на металлобазу. Просто шла, у меня ремень металлический, там магнит меня притянуло. 20 лет просто сделаю. А кем вы работали на металлобазе? Продажи. Какой металл вы продавали? Армату швелеран и домов. Тут вы смотрите, что мы вдвоем с вами понимаем, что такое швелеран сейчас. Человек из русской и вы. Швеллера. На марш швеллер идёт щас? Такие разговоры. А про чём щас тоннаж? Сколько у нас? 55 труба щас сколько стоит? Да вы что-то новое ищете сейчас? Или кайфуете пока? Сколько планируете это делать? А это ваш парень? Ну я вижу, что вы кайфуете, а он что-то не очень. Он сидит такой. Так, если она ещё год будет, ну ладно. Ну ещё одна почка есть в целом. Какое-то время протянем. А чем парень? Как парень зовут? Сергей, вы чем занимаетесь? Водителем. Водителем работы. Кого водите? Куда? Персонель. Персонель. Кого-то богатого мужика? Не хотим. Просто руководитель. Просто не богатый. Лох среди руководителей. Его и не уважают, да? Есть богатший. А на какой тачке вы его возите? Паджеро. Паджеро. Это хороший хумабис, митсубиси? Нет. Митсубиси Паджеро. Нет? Ну я же говорю, но в начале. А чем он руководит? Не металл, а базой случайно? А чем? Какой-то? Служба безопасности. О, банка какого-то. Строительная служба безопасности. То есть вы его привозите, а он каски людям раздаёт, да? Такое, до свидания, до завтра, да? Он смотрит, чтобы не спиздили. А, это очень важно, да, чтобы не спиздили каску. Так, Сергей, вас устраивает, да, что в целом всё нормально, хватает денег? Круто. А вы куда-то ездили, может, недавно отдыхать? Собирались или не поехали? Собирались? Притом, что вы водитель, никуда не поехали, да? Я понял. Так, а где были вообще хоть раз? Я просто хочу до чего-нибудь докопаться с вами. Краснодарский. Краснодарский? Где именно? В Ладыбе. Бля, бать, он валит, заебал. Я бы уже заебалась придумывать. Так, ну а что, может, мы какую-то работу найдём сейчас вам? Не хотите? Ноготочки прибыльно. Ноготочки прибыльно? Вы занимаетесь? Ноготочки прибыльно. Вы просто советуете людям, пожалуйста. Ну, ладно, советую. Шифером займись, говорят, ты можешь. И просто и пошла на улицу такая. Кто это был, непонятно. Ладно, давайте ребятам похлопаем. Ну, давайте на последок. Видите, я полтора года уже общаюсь с людьми, до сих пор не придумал какой-то конкретный формат, поэтому сдаю все вопросы подряд, блядь. У кого-нибудь была какая-то безумная ситуация, безумный поступок в жизни совершали вы? Есть какие? Ну, там, на вулкан забыл. Вот я вижу девушку. Давай, блядь, давай. Да, вы попались. Все, вы в поле моего зрения. Я, кстати, сделал глаза, я теперь вас всех вижу. Вы представляете? Раньше просто пятно вот такое сидело передо мной. Но есть и минусы. С классным зрением резко в метро не надо заходить. Много интересного увидишь. Как вас зовут? Да не опускайте голову, я же говорю, вы попались. Это... Я на вас смотрю, да, девушка, вот вы. Вы. Вот за вами вас кто-то спас. Нет-нет, тогда вы, ладно. Да, вы. Как вас зовут? Надя. Надя, давайте похлопаем. Надя, что вы безумного делали? Я же не ничего. Спасибо, Надя, отлично, пообщались, Надюшечка. Спасибо всем нашим зрителям. Вы были очень клёвыми залом.